Я сейчас рисую картину из моей серии «Физики и лирики». Георгий Летичевский художником стал не сразу. Сначала он учился на историка, специализировался по Древней Греции и даже раскапывал древний город на Таманском полуострове. Рисовал Георгий с детства, но специального образования не получал. Его школой стало общение с друзьями-художниками. Они учились на соседнем отделении искусствоведов. Чем отличается художник от нехудожника, трудно сказать. Но я, например, профессия могу сказать, что просто уже физиологически обожаю запах помещения, в котором работают краской, и пахнуть они могут совершенно по-разному. Мы находимся на репетиционной базе «Красная ворота» называется. Здесь проходят музыкальные репетиции различных групп, абсолютно различных, в том числе и наша. Олег Елисеев – вокалист музыкальной группы с удивительным названием «Ихнабытыбы». Иногда для упрощения их называют «беззавтраком». Название родилось в диалоге. Один из музыкантов пожаловался товарищу, что не ел с утра ни крошки. Сделал он это по-английски. Первые буквы сокращения и стали обозначать название группы. Ну вот наша репетиционная комната. Давайте познакомимся. Я работал какими-то масляными красками и был совсем юн, и не знал, что используется в качестве разбавителя, использовался какой-то олифой, и это уже был какой-то очень симпатичный запах. Потом я уже пользовался правильными разбавителями, и постепенно так к ним привык, что действительно уже издалека заслышав запах какого-то скипидара смешанного с маслом, я просто душевно радуюсь. Это участники группы «Ихнабытыбы». Это Дима, в основном наш вокалист, клавишник, играет еще на различных дудках. Геша, в основном ударный, еще саксофон, тоже клавиши. И в общем, в итоге, на самом деле, все играют на всем. Ваня, басист, играет на миди-клавиатуре, компьютерщик, все такое. Делает для сердца, для души музыку хорошую. Я же потише, потише. Джонни, в основном гитара, тоже клавиши, барабаны, но в основном, конечно, на гитаре. В моих картинах всегда есть персонажи и какие-то тексты, или почти всегда. Здесь текст очень маленький, он вписан в какой-то пейзаж. Это как будто надписи, которые рекламные или пропагандистские, которые стоят на крышах домов, в каких-нибудь там спальных районах. И тут такие надписи «физики» и «лирики», «великаны» и «карлики». Мелодия декламации заключается в том, что под музыку читаются различные тексты, стихи, абсолютно разные. Вот, чем мы занимаемся. Вот, происходит еще одновременный перформанс. То есть мы как бы еще как-то, ну, не театрально представляем. То есть в итоге. То есть очень интересно смотреть нас именно на концертах. История создания группы похожа на все рассказы молодых музыкантов. После хорошей вечеринки трое приятелей собрались поиграть на музыкальных инструментах и эту импровизацию записать. Занятие ребятам понравилось. Потом они отправились в Крым и на набережной Коктебеля устраивали импровизированные выступления. И тут их заметил господин продюсер. Изначально мы вот собрались с моими друзьями, товарищами, с двумя. С Гешей Кимом. Вот наш, в основном он ударник, еще он играет на саксофоне. Ну и вообще, то есть группа в основном играет на всем, кроме меня. Я в основном занимаюсь мелодикламацией и, ну, вокалист. С одной стороны, я работаю над продолжением некой серии, для меня на сегодняшний день актуальность. Другой, меня попросили сделать ремейк одной моей работы конца 80-х годов. И вот он еще не совсем готов, но уже более-менее ясно. Это такая композиция, композиция, изображающая милиционеров, занимающихся йогой. Немножко что-то такое сюрреалистическое или абсурдное, но в то же время, мне кажется, тоже задевающие какие-то, какие-то темы, всех волнующие. Георгий Летичевского часто называют пионером комиксов. Художника привлекает этот жанр с детства. И сам Георгий считает, что зря комиксы не любят в России. Хотя, как известно, еще Белинский жаловался, что в России есть большая литература, но нет билетристики. Все это из-за установки русской культуры на элитарность. Все же мы можем ехать в метро и как бы спать стоя, или там вот можно идти по улице и тоже как бы спать. Вот в таких состояниях обычно приходят мне самые мои любимые идеи. А вообще-то, да, вот я, как вы видите, делаю живопись, но в этой мастерской ее не так уж много. Я сделал некоторые работы, но они все уехали на одну выставку. Причем это были не живописные работы, а скорее скульптуры. Это были плоские, но вещи выпиленные из фанеры, какие-то тоже комиксные персонажи. Вот на стенах сохранились следы того, как я их тут раскрашивал, когда они были прислонены. В 80-е годы была сделана одна фотография с моих работ, которая очень способствовала моему, в общем, успеху. Приехал швейцарский один фотограф, и вот для такого вот швейцарского журнала, видите, старый потрепанный номер, он сделал репортаж про московских художников в 80-е годы. Ну, тут куча всяких фотографий. И одна фотография была тоже сделана со мной. Георгий Литичевский начал выставлять свою работу еще в студенческом общежитии в 80-х. Потом в 85-м фестиваль в Риге, в 88-м Голландия, в 89-м Италия. И так со своими работами художник объехал всю Европу, дважды побывал в Америке. Говорит, это нормальная практика, потому что искусство принято показывать. В детстве я уже в очень раннем детстве, еще в дошкольном возрасте рисовал комиксы, не зная вообще слова комиксы. Все происходит оттуда же, откуда вообще все, по-моему, происходит в наше время, а именно из телевидения. Я считаю, что мы, безусловно, живем в телевизионную эру. И хотя у меня уже 8 лет нет телевизора, и это мой принцип, но тем не менее все равно я сформирован телевизором и живу, в общем, как в какой-то телевизионной передаче. Здесь можете сколько угодно. Неша, опять налажал. Опять ошибся. Почему всегда наглядится, что играешь 3 раза, а на концернах 2? Мне кажется, может быть, надо миди задействовать? Миди-клавиатуру? Знаешь, что задействовать лучше? Джуаня, ты что скажешь? Все расстроилось. Все расстроилось? Вот видите, все расстроились. Ваня, ты расстроился? Ваня стеснительный. Вы знаете, Ваня. Ваня, ну все хорошо. Люди, которые собираются где-то играть, репетировать, в принципе, они могут, конечно, но это тоже зависит от их финансовых возможностей, потому что здесь, допустим, база и сама, она бы не могла существовать, если бы группы не платили. Это не какие-то там большие деньги, но все равно они должны быть. Продолжение следует...